Я вам расскажу про продукт Шлина. Я честно признаюсь, слушая Максима и слушая предыдущих коллег, которые разговаривали, некоторых терминов, наверное, даже большинство терминов я не понимал, поэтому я все-таки надеюсь, что эта разница в терминологиях, в понимании и вообще структуры, архитектуры, она, во всяком случае, я постараюсь рассказать простым языком. Вместе со мной здесь Ренат Комедулин, он, если что, мне поможет быть в качестве переводчика, поэтому не будем дальше идти, там долго вводную часть, давайте уже начнем. Итак, начну с самого начала. Грубо говоря, когда вы покупаете продукт, ну или клиент покупает продукт, он получает доступ к порталу, выглядит это примерно вот так. У нас есть некий портал, на котором появляются версии приобретенных продуктов. Он заходит в раздел «Шины», кстати, вчера вышел новый релиз, например, версия 2.0.2. Итак, для установки доступны версии как для операционных систем Windows, так и для операционных систем Linux. Давайте здесь обратим внимание, что у нас есть версия шины, сервер шины «Просто» и версия шины со средой разработки. Для чего это нужно? Например, когда вы используете в каком-то продуктивном контуре шину, то вам среда разработки, тем администраторам, которые будут ей управлять, она не нужна, от слова «совсем». А, в свою очередь, если используется контур, допустим, разработки, то, соответственно, конечно, в контур разработки ставится версия, которая уже идет со средой разработки. Так, соответственно, здесь же можно посмотреть, чтобы было новой версии. Здесь есть подробное описание и ссылки на исправленные ошибки, которые были ранее зарегистрированы. Как выглядит вообще дистрибутив? Ну, я на примере покажу со средой разработки. Выглядит это примерно вот так. Вот у меня та же самая версия, скачена в 2.0.2. Здесь в версии идет два файла, грубо говоря, установочных. Первый – это установочный файл с графической обловочкой, где там по интерфейсу далее, далее, далее. Ну, классический инсталлятор. Можно поставить, запустить непосредственно шину. Второй вот этот файлик CLI, который – это для запуска с командной строки. Соответственно, там можно вывести параметры, и в соответствии с определенными параметрами можно будет с командной строки все это дело запустить. Когда вы запустили шину, давайте поговорим про основные компоненты. Когда вы запустили шину, вообще что собой представляет шина? Общую схему я покажу, как она выглядит. Вот этот сервер шины будем называть его. Так, сервер 1С шину. Собственно, у нем есть три основных раздела. Первое – это сервер шины. Он позволяет исполнять приложение, которое вы будете в ней создавать. Я сейчас чуть попозже покажу, что такое приложение, и, в принципе, попробую пояснить, как их можно позиционировать с точки зрения ESB-решения. В этих приложениях, соответственно, вы создаете свои процессы интеграции в каждом приложении. Дальше. Есть панель управления. При помощи панели управления вы управляете приложениями. Тоже я покажу, как выглядит панель управления, соответственно, для чего она нужна, какие у нее есть возможности. И третье – это среда разработки. В среде разработки вы, собственно, разрабатываете те приложения, которые создаются. Ну, соответственно, в среде разработки вы, соответственно, и создаете процессы интеграции. Теперь давайте посмотрим, как это все дело выглядит. Вот у меня есть уже установленный сервер шины и запущена панель управления. Здесь у меня сейчас в панели управления создано одно приложение. Что может пониматься под приложением, например? У вас одно приложение может быть, например, продуктивное приложение. Второе приложение может быть, например, приложение для разработки. Третье приложение может быть приложение для тестирования. То есть вот это, грубо говоря, сервер-шины, он будет через него можно управлять как консолью, скажем так, такое, которое управляет приложениями. В этой консоли, эта вообще консоль предназначена больше для администраторов этих систем, потому что они могут управлять приложениями. Приложениями можно, например, делать бэкапы этих приложений, соответственно, восстанавливать эти приложения. Можно создавать пользователей этих приложений. То есть, например, у вас есть приложение разработки, и к нему имеет доступ только, предположим, администратор, который управляет конкретно, отвечает за продуктив. И вот их там, не знаю, Иванов, Петров, Сидоров. Есть приложения для разработчиков, и они не могут иметь доступ, например, к продуктивной среде. Мы создаем еще одно приложение для разработки, в которое назначаем тоже определенных пользователей, разработчиков. Третье приложение, например, для тестировщиков, которые не имеют доступа к разработке и не имеют доступа к продуктиву, и так далее, и тому подобное. Каждое приложение вы, соответственно, можете делать выгрузку, то есть бэкапить эти приложения, загружать их, и так далее, и тому подобное. Работать с ними каким-то образом. Идем дальше. Мы откроем приложение, и, допустим, мы создали это приложение, и теперь посмотрим, как оно выглядит внутри. Внутри каждого приложения, имеется в виду в отношении Xtreme, вы увидите панель с вашими процессами интеграции, то есть созданными процессами интеграции. Здесь есть их название, статусы запущены, они работают, не работают, и так далее, и тому подобное. Вы можете управлять, запускать эти сервисы интеграции, чтобы они, ну, процессы интеграции, чтобы они уже работали, либо их останавливать. Вот сейчас у меня презентация есть, пойду подальше. И в каждом сервисе интеграции, процессе интеграции, вы можете посмотреть, зайти в каждый процесс интеграции, и в нем будет, допустим, несколько ключевых моментов, которые вы можете увидеть. Во-первых, вы увидите схему этого процесса интеграции, да, то есть как двигаются ваши сообщения, можете увидеть отправителей, можете увидеть продюсеров, ну, как у вас продюсеры, консюмеры, отправители, получатели и так далее. Есть журнал событий. В журнале событий регистрируется, соответственно, то, как у вас сообщения уходят, приходят, как они обмениваются, через какие, собственно, они узлы проходят, и так далее, и тому подобное. Есть каналы. Каналы это, там, не знаю, очереди назовем, там, queries, да, то есть можно посмотреть, какие события, какие, сколько, какое количество сообщений, сейчас в каком канале, это в тот момент, когда передается, либо они уже были доставлены. Метрики здесь, ну, метриками можно назвать счетчики, то есть количество сообщений, по каким типам, в каких узлах оно передается. И есть еще так называемый канал недоставленных сообщений. Здесь скапливаются все сообщения, которые в соответствии с какими-нибудь исключительными ситуациями в какой-то причине не были доставлены. Эти сообщения, соответственно, я сейчас скажу на своей презентации, чтобы здесь сейчас... Я просто примеры чуть-чуть пролистну. Вот так может выглядеть одно окно приложений, когда у вас, допустим, уже множество созданных процессов интеграции. Где-то у меня было. Я извиняюсь, если немного сумбурно перелистываю. Наверное, чуть дальше просто расскажу, соответственно, как выглядит вот эта панель недоставленных сообщений и как с ней работать. Вот. Поговорив об этом, давайте перейдем непосредственно к тому, как нужно разрабатывать приложение, как нужно разрабатывать процессы интеграции. У вас, соответственно, из окна приложения, если вы запустили сервер шины вместе со средой разработки, доступна ссылка, соответственно, на открытие IDE. IDE уже встроено, скажем так, отдельно устанавливать ничего не нужно. Если вы устанавливаете, грубо говоря, сервер шины с IDE, то отдельно устанавливать уже ничего не придется. Все, как вы видите, у меня все основные элементы, они работают в браузере. Никакие там внешние программы устанавливать не нужно, в том числе и IDE, она работает в браузере. Кстати, да, я забыл сказать, что в поставке есть документация, можно открыть, отдельно посмотреть документацию, так примерно она выглядит. Можно посмотреть свойства всех узлов, можно посмотреть системные требования, конкретные инструкции, как что поставить и так далее и тому подобное. И вот в том числе и здесь можно посмотреть общую схему работы, вот ту картинку, которую я до этого вам показывал на экране. Итак, соответственно, вы открываете окно приложения, здесь можете создавать свои процессы интеграции, которые вам нужны. Вам доступна палитра, собственно говоря, тех узлов, которые доступны для обмена. Давайте пройдемся конкретно по ним, я примерно расскажу, какое из них что. В принципе, по названию понятно, но давайте, наверное, более подробно остановимся. Итак, источниками для, скажем, коннекторами может выступать какой-то FTP-ресурс, GMS-источник, например, ActiveMQ Artemis для обмена сообщений. Ну, RabbitMQ-источник, понятно, кто у нас будет, кролик источником. Канал источник 1С, давайте подробнее расскажу. У нас в платформе 1С предприятия 8 есть отдельный механизм сервисов интеграции. Вот, соответственно, вот этот канал источник – это, скажем так, способ подключения к платформе 1С предприятия 8. Наиболее простой и наиболее быстрый способ обмена сообщениями вместе с 1С-ными базами. Программный источник – это, соответственно, вы можете самостоятельно, программно, допустим, изнутри шины создавать сообщения. Или, например, используется этот узел программный источник, когда вы создаете, ну, вот здесь у нас в шине можно создать свой HTTP-сервис. Ну, и, соответственно, этот HTTP-сервис использует этот программный источник для того, чтобы, по сути, войти в схему и передавать сообщения. Таймер, ну, по названию понятно, можно, допустим, ставить какие-то счетчики, таймеры по расписанию, чтобы выполнялись какие-то вызовы и так далее и тому подобное. Файл-источник, думаю, тоже понятно для работы с различными файлами, каталогами. Это источники, приемники, по сути, те же самые, только используются, грубо говоря, как у нас входная точка, выходная точка, то есть источник входной, источник выходной на подходе, скажем так, к узлу и так далее. Кроме этого, есть еще такие узлы, как маршрутизатор по содержимому, соответственно, да, как любое ESB-решение, один из шин позволяет маршрутизировать сообщения в зависимости от тех, от его содержания. То есть в узле маршрутизатор, мы его, ну, я примерно покажу, вся работа со схемой, она декларативная, то есть вы прям кнопкой мыши вот эти вот сообщения можете сюда дополнять и работать с ними. Вот, перетаскивать какие-то узлы, допустим, добавлять еще что-то, добавлять, ставить между ними какие-то связи делать и так далее и тому подобное. Сейчас схема немного замусорит, но ничего страшного. Я просто показываю, как эта мышка все накручивается. Итак, маршрутизатор по содержимому, давайте здесь откроем, где-то у меня было, скажу так, что в каждом узле можно посмотреть его справку и вот, например, открыв узел маршрутизатора по содержимому, мы увидим свойства этого узла, посмотрим, допустим, для чего он нужен, описание этого узла. Здесь есть описание примерной схемы, как оно должно работать, то есть да, как у нас может работать маршрутизатор. У нас, например, из какого-то HTP-сервиса приходит сообщение, дальше в зависимости от тела сообщения мы можем прочитать это тело и определить, куда его, к какому получателю оно должно дойти и в каком виде. Ну, здесь дальше мы посмотрим, еще у нас есть узел транслятор, здесь он переименован в трансформация, где сообщение можем в каком-то виде поменять и дальше уже доставить в какой-то определенной группе получателей. В правке доступно также, ну, отдельно отмечу, что вот эта вот вся работа по маршрутизации, она описывается программным языком, встроенным программным языком, который здесь идет в шине. Выглядит этот язык, вот примерно вот текст языка, примерно вот такой. Посмотреть, ознакомиться. Синтекс-помощник по языку, опять же, здесь у нас в шине он тоже есть. В принципе, он довольно напоминает, если кто-то работал с языком 1.1.b8, он его очень сильно напоминает. Поэтому по каждому узлу вы можете посмотреть и примеры, и схемы, как они используются. Вот. Сейчас я перейду. Сергей, прошу прощения, а можно вопросы стал бы походу задавать? Ну, мне кажется, удобнее вопросы потом, потому что я могу сбиться, я так и так сильно стесняюсь. Но, ну, давай, я даже не знаю, не очень хочется отказывать, но... В чате хочется, чтобы забыть. А кидайте в чат, чтобы не терялись вопросы. Да и все, зачем? Ну, или в чат, да. Да, давайте, потом мы вернемся. А я потом, допустим, сяду и сразу разберу. Вот. Мне кажется, так просто мне будет удобнее. Если вам удобнее вопрос сразу задавать, то... Как это? Нет, тут как по регламенту. Главное, чтобы рассказчику было комфортно, а мы подстроимся надо. Да, хорошо. Мне-то наоборот хочется под вас подстроиться. Вот, соответственно, идем дальше по узлам, которые у нас в палитре доступны. Узел HTP, это, соответственно, для того, чтобы можно было обращаться к какому-то HTP-сервису. Вот. Узел SQL, это для работы по GDBC. Соответственно, можно подключаться к SQL-ным базам, к Postgres и так далее и тому подобное. Вот эти группы участников, то есть вот этот вот узел, он нужен как раз для того, чтобы описывать те информационные системы, то есть продюсеры-консюмеры, которые будут. Отдельно отмечу, что, допустим, группа участников, это не значит, что одна информационная система. Группа участников может содержать в себе множество информационных систем. То есть, ну, например, у меня вот здесь есть пример офисов и магазинов, да. У меня офис, он, соответственно, один. И, допустим, из офиса я рассылаю какую-нибудь там, не знаю, там, номенклатуру, да, товарной группы, которая у меня должна пройти во все магазины. А магазинов у меня может быть здесь 300, там, не знаю, 500 магазинов или сколько угодно. Я отправляю одно сообщение в шину, допустим, с перечнем номенклатуры. А это сообщение доходит у меня до узла магазина, где в узле магазина у меня, соответственно, внесено там 1, 2, 3, 4, 5, 10 магазинов. И это сообщение, соответственно, дойдет там до всего того количества магазинов, которые есть. Вот. Собственно, последний узел, который у нас здесь остался, это узел-транслятор. Где-то здесь я старался открыть. Ну, наверное, по справке можно найти где-то он у меня, вот он узел-транслятор. Соответственно, этот узел нужен для преобразования сообщений, если вам нужно в каком-то виде трансформировать это сообщение. Опять же, здесь есть описание, есть преобразование, можно из XML JSON обратно, как хотите его там трансформировать. Можно прочитать JSON, соответственно, допустим, изменить какие-то поля и так далее и тому подобное. Ну, опять же, есть примерная схема, как это все должно выглядеть. Так, идем дальше. К презентации вернемся, наверное. Вот. Ну, здесь я просто для примера, наверное, для понимания покажу, вот здесь, как у меня реализована схема. Это прям конкретный пример из конкретного внедрения, где как все выглядело. Есть магазины, сеть магазинов, им, соответственно, из магазинов нужно было отправлять чеки для центральной базы. То есть, из всех магазинов чеки шли в конкретную центральную базу, вот так это выглядит. То есть, у нас узел магазины, не знаю, мышку видно сейчас мою, если я что-то показываю? Да, видно. Да. Вот, соответственно, у меня магазины, вот они здесь, там куча магазинов, они высылают чеки, и все чеки просто приходят в единую, там, в центральный офис, где они аккумулируются в 1С-ную базу. Здесь мы, допустим, усложнили вдалее схему. Нам нужно было, как я говорил, допустим, из центрального офиса отправлять, там, не знаю, справочники номенклатурных товарных позиций, а обратно из магазинов получать чеки. Это, в принципе, та же самая схема, просто где добавлять какие-то дополнительные потоки данных. После этого, допустим, вот здесь у нас уже работает схема, мы взяли в схему, допустим, добавили еще выгрузку информации об остатках на сайт компании. То есть вот так же мы добавляем отдельные узлы. Здесь в узле мы, соответственно, прописываем, здесь в узле HTP прописываем параметры подключения к API сайта, ну и, соответственно, туда все это дело выгружаем. Вот, здесь прописан пример работы с кроликом, например, как из RabbitMQ получаем данные в центральную базу. Вот так выглядит вот эта вся схема на примере конкретного там какого-то клиента, как это выглядит с точки зрения администратора, который смотрит, ну и то, и так, но приложение. Отдельно отмечу, забыл сказать, наверное, в самом начале это нужно было сделать, шина, не стоит путать шину, она не работает на платформе 1С предприятия 8. То есть у вас информационные системы, вот то, что вы знаете, там, не знаю, если кто-то знает, что такое 1С предприятие 8, платформа конфигурации, это отдельно шина разработана на базе новой технологии индивидуальных предприятий элемент. Соответственно, вот там историю есть, там кто-то будет спрашивать про лицензии или еще что-нибудь, а шина поставляется отдельно просто как дистрибутив. То есть вы поставку купили, отдельно к ней лицензию получать не нужно, соответственно, она не использует 1С-овские лицензии. Имеется в виду, там, не потребляет эти 1С-овские лицензии. Вот, про среду разработки я вам рассказал, единственное, я хотел уточнить, что среда разработки, она полноценная. Она позволяет вам как создавать, собственно, какие-то программные сообщения и так далее и тому подобное, так их отлаживать, рефакторинг проводить какого-то кода и так далее и тому подобное. Вот здесь у меня на гифке, например, приведен пример отладки того, как можно работать с средой разработки. Как я уже сказал, там есть полноценный синтекс-помощник, где можно посмотреть описание методов, описание встроенного языка. А что там с примерами, там, насколько я помню, там даже примеры какие-то есть. Про способы обмена в целом я уже рассказал. Ну, наверное, повторюсь, сервис интеграции – это, соответственно, механизм платформы, то есть шина может позволять, позволяет подключаться к 1С-ным системам, используя сервис интеграции. К Рэббиту и с помощью АНКП протокола, к ActiveInQ через GMS, соответственно, узел там у нас есть, обмен сообщениями файлами, с HTTP-сервером, с HTTP-запросами работать, ну и с GDBC. Здесь у меня есть пример доставки сообщений на примере 1С, но, наверное, я чуть попозже о нем расскажу, если будет вопрос, как именно идет, допустим, гарантированная, скажем так, доставка и тому подобное, как она реализована, я покажу эту схему, если такой вопрос будет, конечно. Теперь, наверное, я перейду там ко второй части, я в целом рассказал вот о всех основных элементах, перейду, наверное, к ответам на наиболее распространенные вопросы, которые к нам приходят, а дальше уже отвечу на те вопросы, которые мне Илья высылал еще до этого мероприятия всего, и потом уже в третьей части, наверное, отвечу на вопросы, которые насыпали входимые сейчас текущего выступления. Итак, где хранятся сообщения в шине? Несмотря на то, что к шине можно подключить внешнюю СУБД, можно подключить MSSQL сервер или Postgre, сообщения сами в шине хранятся не в этой подключенной СУБД. Сообщения в шине хранятся в неком персистентном хранилище на жестком диске сервера, где установлен, собственно, сервер шины. Вот. Подключаемые СУБД, они используются для, собственно, работы самого сервера шины. Там, например, хранятся параметры подключения к информационным системам, используются для среды разработки, там какие-то таблицы и так далее и тому подобное. Ну, то есть важно понять, что сами сообщения у нас хранятся не в СУБД, а персистентно на хранилище на жестком диске. Дальше. С какой скоростью работает шина? Ну, у меня здесь сейчас сильно мешает вот эта панелька зумовская, я не знаю, надеюсь, вам весь текст видно. Я простой пример просто приведу, это тот пример, который делали мы. Это не относится к примеру тестирования перед выпуском, это просто вот там, не знаю, это пример, который я могу просто показать и рассказать. Это какой-то конкретный. Мы брали сообщения размером 256 килобайт и, собственно, отправляли их из приложения на платформе 1С предприятий 8 в шину. И, соответственно, с другой стороны у нас тоже стояло приложение на платформе 1С предприятий, которое эти сообщения получало. Из продюсера или базы отправителя нам удалось отправить в шину 300 тысяч, 500 тысяч сообщений за полчаса. Соответственно, в шину они пришли, и шина дальше начала их доставлять уже получателю. Но по независимым, скажем так, от шины причинам получателю просто ему же нужно эти сообщения получить и обработать, да, занести в базу. Он это делал гораздо медленнее, и у него получилось отработать там порядка 360 тысяч сообщений за полтора часа. Вот, в итоге можно посчитать, что если бы там за день, за 24 часа удалось бы обработать порядка там 5,5, чуть побольше сообщений в сутки. Опять же, я отмечу, шина обрабатывает 500 тысяч. Вот мы отправляли 500 тысяч сообщений за 30 минут, но из-за ограничений базы получателя, который просто не успевал обрабатывать полученные сообщения, у нас получилось там порядка 360 тысяч сообщений за полтора часа. То есть ограничение было уже со стороны базы получателя. И там те примеры, с которыми я сталкивался, они говорят о том, что ограничений в скорости шины пока нету. Здесь скорее ограничения были завязаны непосредственно, либо у отправителя были проблемы с формированием сообщения, то есть, да, либо получатель просто не успевал так быстро обрабатывать полученные сообщения. Дальше традиционный вопрос, какие способы авторизации поддерживаются. Здесь, наверное, стоит разделить пользователи, которые используются в терминологии, которые есть у шины. Первое – это интерактивные пользователи. Это те пользователи, которые непосредственно работают с шиной. Это разработчики, администраторы. Они могут, скажем так, авторизироваться, используя логин, пароль, active directory. Планируется расширять способы аутентификации, там, чего вас и так далее. Для неинтерактивных пользователей – это внешние системы, которые взаимодействуют. Процесс выглядит следующим образом. Идет получение логина пароля, секрет ключа. По нему внешняя система обращается к некому HTP-сервису, который есть у сервера шины, и получает токен. И, соответственно, уже с этим токеном дальше она заходит и начинает работать с сервером шины. Скажем простой пример. Не помню, я его запускал. Запускал. Сейчас я покажу примерно, как это выглядит на простом примере. Так, как мне... Как мне рабочий ствол выйти? Так. Я сейчас запускать ничего не буду. Я просто покажу, как код примерно выглядит, чтобы вам было понятно. Не знаю. Это код Node.js. Здесь, соответственно, вот эти параметры. Я беру параметры. Это ссылка на название моего приложения. Это ключи, которые я получаю непосредственно в шине. Там могу показать, где это выглядит, каким образом. То есть я открываю приложение, допустим, у меня есть информационная система. И у каждой информационной системы я могу добавить какую-нибудь информационную систему. Назвать ее, там, не знаю, Shop2. Вот. Добавляем информационную систему. И к ней я выдаю ключи. То есть сервер шины сейчас выдал определенный идентификатор ключа и секрет клиента, с которым эта информационная система, которая у меня будет называться, она будет к ней подключаться. И вот здесь... Где у меня? ВС-код. И вот здесь я, соответственно, уже дальше использую сервис. Я беру свой секрет ключа и получаю некий токен. Грубо говоря, ID токен. И дальше уже с этим токеном я подключаюсь к шине, уже использую его для того, чтобы обмениваться с шиной сообщениями. Перейду обратно в свою презентажку. Секунду. Идем дальше. Наверное, всех мучает вопрос. И он был, в принципе, в тех вопросах, которые были, скажем так, в подготовке. Возможно ли разработка собственных коннекторов? Разочарую, наверное, и Максима, который выступал, который делал собственные коннекторы. А в шине свои коннекторы разрабатывать нельзя. То есть вот та палитра, которую я вам показывал, тот набор коннекторов, который есть, это, грубо говоря, все то, что доступно для работы с один из шиной. Мы, конечно же, у нас есть пожелания для того, чтобы можно было там свои коннекторы разрабатывать, но пока такого решения не было принято, и, собственно, мы пока думаем о том, как эта возможность, в принципе, там, пока думаем, короче. Поддерживается ли в шине групповая разработка? Поддерживается ли версионность? Давайте я покажу. Опять же, на простом примере проще всего обратиться к документации. У нас, соответственно, в документации, где-то я даже специально открывал, наверное, уже закрыл. У нас есть возможность, конечно же, использовать среду разработки. Попробуем найти, где у нас это есть. Групповая разработка. Вот. И здесь мы, соответственно, смотрим. Да, групповая разработка поддерживается. Есть возможность подключать внешние системы управления репозиториями GitLab. Ну и здесь, соответственно, в инструкции написано, как это все настроить, как установить, соответственно, примеры разработки, как дальше все с этим делать, какие сценарии есть и так далее и тому подобное. Можно ли увидеть передаваемые сообщения? Вот здесь у меня гифка, почему я сразу там не стал делать. Вот здесь у меня гифка показывает, как работает узел, ну не узел, а канал недоставленных сообщений. Напомню, если вдруг в какой-то момент времени у вас в ходе доставки какое-то сообщение из-за какой-то исключительной ситуации не смогло быть доставлено, оно попадает в канал недоставленных сообщений. Здесь, в канале недоставленных сообщений, вы можете открыть, посмотреть, грубо говоря, откуда это сообщение шло, посмотреть его идентификатор ID конкретного, то есть индивидуальный идентификатор этого сообщения, попробовать выполнить, соответственно, доставку этого сообщения прямо вот отсюда, из узла. Либо при необходимости, если вы хотите посмотреть, как это сообщение выглядит, прямо сохранить его себе на диск, открыть его и прочитать, как оно выглядит. Опять же, вернусь немного, наверное, назад, тоже важную вещь не сказал, у панели управления шины, помимо того, что есть графический интерфейс, у шины есть еще и собственный API. То есть, если с графическим интерфейсом работать, допустим, в каких-то масштабных задачах не очень удобно и не очень, скажем так, верно, у шины есть API. Опять же, здесь в документации, сейчас попробую, конечно, вспомнить, где это, справочная информация, вот, здесь в документации описана, собственно, вся API, как создавать приложение, как работать с ним и так далее и тому подобное. То есть, здесь описание всех команд, как запустить, как разморозить, как сделать бэкапы, все это есть, есть API, как можно это создавать, как с этим работать. Вот, вернувшись обратно к передаваемым сообщениям, скажу так, что сообщения, которые не, скажем так, которые успешно были получены, успешно были доставлены, по умолчанию, в шине не хранятся. То есть, сделано это было специально для того, чтобы повысить производительность. Ну и, собственно, далеко не каждому нужно видеть вообще все сообщения, которые хранятся. Но, если вдруг по какой-то причине вам очень надо где-то у себя хранить копии всех переданных сообщений, легко и просто, скажем так, можно доработать свою схему и, допустим, вставить вот в нашу классическую, ну, скажем так, демонстрационную схему, можно вставить, как я уже говорил, маршрутизатор по содержимому и отдельно здесь может либо файл назначения, то есть, да, вы хотите какой-то каталог, чтобы там, не знаю, у вас вот здесь JSON-чики бегают, у вас раз в этот каталог будут все JSON-чики складываться, взяли этот JSON-чик, открыли и посмотрели. Можете им наименование сделать этим там, чтобы они у вас, сами имена файлов в каком-то виде, допустим, сохранялись там, не знаю, дату, ID-шник этого сообщения, чтобы конкретный был у каждого сообщения, чтобы удобнее было работать. Можете вместо файла назначения указать какую-нибудь SQL-ную базу и пусть у вас все сообщения отдельно вы храните, обрабатываете, работаете с ними в отдельной SQL-ной базе, то есть создавайте свои там отдельные хранилища для этих сообщений и так далее и тому подобное. То есть, по умолчанию мы этого делать специально не стали, но если кому-то очень нужно, может реализовать. Следующий вопрос, который часто задают, это в роли кого может выступать шина, то есть она либо только сама куда-то подключается, либо наоборот, она пассивная и нужно только подключаться к ней. Отвечаю на этот вопрос. Сценарий может быть и тот, и другой, в зависимости от того, какой именно коннектор вы используете. Например, когда шина является по сути сервером, то есть когда к ней подключаются, это тогда, когда вы используете каналы 1С, то есть в каналах 1С у нас сервисы интеграции, они подключаются к шине и отправляют, они, ну то есть отправители, вот эти сервисы интеграции являются инициаторами, да. Соответственно, либо если вы используете, как я уже говорил, в шине можно реализовать свой HTP-сервис, соответственно, он сидит и слушает, когда к нему кто-то там что-нибудь отправит. Вот два варианта, когда подключаются к шине. Во всех остальных вариантов шина сама является инициатором, то есть канал-источник, ну если у нас HTP-источник, то, соответственно, шина подключится к HTP-серверу и, соответственно, будет взаимодействовать с ним. GMS-источник, RabbitMQ-источник тоже самое, будет подключаться к очереди, ну допустим, у RabbitMQ, подключится к очереди, которые есть у RabbitMQ, и заберет те сообщения, которые в очереди лежат для нее. Так, ну здесь вот мои заготовленные ответы на вопросы кончились, теперь, наверное, я зачитаю, выключу демонстрацию экрана, вот, зачитаю те вопросы, которые ребята присылали, а дальше, наверное, отвечу на те вопросы, которые в чат насыпались, насыпались, и, наверное, голосом проговорим. Я по времени пока укладываешь, да? Да, у нас время есть, в общем-то, мы можем задержаться легко какое-то еще время. Так, я буду читать их как есть, соответственно. Да, там некоторые сумбы, потому что я просто скопировал, как они поступали в телеграм-канале, в чате. Ничего страшного, ничего страшного, возможно, это просто тем, кто задавал эти вопросы, как раз они просто вспомнят, что они их уже задавали. Вопрос. Так как шина построена на Apache Camel, как активировать или получить возможность использования всех камолетов, а не того малого количества, что представлено в шине? Ну, на этот вопрос я уже ответил. Ответ никак. Создавать свои собственные коннекторы в шине нельзя. Как, в общих словах, выглядит деплой новой версии в разработке или в тесте и перенос этого в продуктив? Отвечаю. Разработчик в тестовом контуре, в IDE, отлаживает, ну, соответственно, создает какую-то новую версию проекта на тестовом сервере. Дальше этот отлаженный проект, он может выгрузить в виде файла, который в дальнейшем можно будет просто подгрузить на продуктивный сервер. Соответственно, в таком виде работающее приложение уже просто обновляется на новую версию. Вот все, чтобы перечислено было, вот эти операции выгрузка, загрузка, обновление, они могут также выполняться, вот как я говорил, либо в графическом интерфейсе, да, администратором, либо через API, который есть у сервера шины. Следующий вопрос. Цитата. Самый главный вопрос. Нафига, используя open-source, написанный на Java, написанный на Java, менять на какой-то свой собственный язык? Вот. Отвечаю. Наш подход состоит в том, чтобы постараться максимально упростить работу как администраторов, так и разработчиков. И использовать максимально декларативное описание. То есть у нас мы и язык используем, тот, который близок к языку 1С. И, собственно, мы считаем, что этот язык, он в себе, во-первых, уже содержит множество каких-то там методов и так далее и тому подобное, которые позволяют, по сути, унифицировать и упростить разработку. Или, там, не знаю, там, трансформацию сообщений, маршрутизацию этих сообщений. Вот. Я, ну, как бы, вот такой у нас подход. То есть мы стараемся действовать по принципу, там, как сейчас модно, no-code, low-code. И поэтому, там, чем меньше, скажем так, головной боли и компонентов, у разработчиков и администраторов, тем, кажется, им проще будет работать с этим продуктом. То есть все идет на упрощение работы с продуктом. Соответственно, если мы используем вот эти open-source, да, их там решение может быть, кто-то пишет там на одном языке, кто-то пишет там на другом языке, у кого-то там свои используются инструменты и так далее и тому подобное. Здесь вот один язык, один продукт. И, соответственно, зная там те люди, которые уже работали, допустим, с программированием на языке один из предприятий 8, им вот по моей практике никакого труда не доставляет для того, чтобы научиться программировать на встроенном языке, который есть в шине. Дальше. Второй вопрос. Почему в самой шине нельзя увидеть входящее и исходящее сообщение? Мониторинга в самой шине фактически нет. Он там чисто статистический. В общем, трудно назвать шиной в том понимании, в котором привил тот же саб. А, еще продолжу. Графики маппинга там никакой нет. Лучше бы оставили Java. Вот. Ну, попробую, попробую, наверное, ответить. Начиная там, почему в шине нельзя увидеть входящее и исходящее сообщение? Ну, по ходу своей уже презентации я показал, что на самом деле это не так. И посмотреть это можно. В ближайших планах у нас есть, на самом деле, еще там мы будем дорабатывать, скажем так, возможности более удобного просмотра сообщения. Но при необходимости, как я уже показал, это все реализовать можно. Что касается там мониторинга, я уже говорил, наверное, я повторюсь. В шине, сейчас я демонстрацию выключил, наверное, заново ее включу. Так, я вот здесь сейчас перейду в процесс интеграции. Ну, возьму какой-нибудь процесс интеграции. По поводу мониторинга. В шине есть свой журнал событий. И здесь в журнале событий отмечается вот прям сообщение, например, вот таким-то айдишником не было доставлено в такой-то узел для такого-то магазина. Вот вы в этот журнал событий можете писать сами. То есть, разрабатывая среди разработки, вы можете сами, используя этот журнал событий, сами писать те сообщения, которые вам нужны, допустим, для отладки или для мониторинга. Какие, кроме этого, есть средства? Ну, опять же, вот эта панель, возможно, она кому-то покажется недостаточно информативной по сравнению с другими ESB-решениями. Но есть традиционный там журнал. Выглядит он примерно вот так. Здесь есть традиционный журнал логов. И здесь есть, допустим, логи серверов, в которых можно посмотреть все события, как, что идет и так далее и тому подобное. Вот. В графическом виде, соответственно, доступно. Но я уже показал, вот какие возможности доступны. Делать выгрузку в какие-то внешние системы, там, Zabbix или еще куда-то нельзя. Так. Дальше. Вот. Цитата. Мне сказали, что есть один мега-веб-сервис, чтобы связать 1С, и тот, кто его освоит, тот может в SOAP с 1С. Да, кстати, я забыл еще вот на такой же вопрос ответить по поводу мэппинга и так далее. Смотрите, действительно, вот, ну, я с SAP PI не знаком, там, и с облачным решением, да, интеграционной шины от SAP, вот, но знаю, вот насколько я себе представлял, что там есть некий мэпер, который позволяет сообщения друг с другом связывать. У нас в платформе 1С предприятия 8 есть некий, ну, скажем так, формат сообщений Enterprise Data, он называется так Enterprise Data, но шина на текущий момент с этим форматом, ну, по сути, работает прозрачно. То есть для нее, что формат Enterprise Data, что какой-то другой формат прозрачный, она просто принимает сообщения. Вы это сообщение, как я уже показывал, в узле трансформации, там, в узле транслятора, можете его прочитать, каким-то образом изменить, но это, конечно, не тот мэпер, вот, в графическом виде, который есть у SAP PI. В шине такого мэппера нету. Вот, и Enterprise Data на текущий момент шины пока никак, ну, там, не обрабатывается, не используется. Возможно, в планах где-то у нас и будет, что мы нечто подобное сделаем, вот, появится там работа в SAP и так далее и тому подобное, но это пока в планах. Так, про SAP уже отмечал, тут дубль вопросов. Вопрос. Желаемый оптимальный формат размера сообщения, и если надо проживать сообщение в 70 мегабайт? Ответ. Мы не накладываем на размер сообщения и на формат сообщения никаких ограничений. Соответственно, в API, у прикладного разработчика есть доступ к телу сообщения, как к потоку. Как я уже говорил, там у нас есть нагрузочные тесты, и вот коллеги передавали, что из группы тестирования. Тестировали в том числе передачу сообщений размером каждое сообщение более одного гигабайта. Поэтому, ну, там более одного гигабайта сообщения проходят. Вообще, ну, считаем, что наиболее вероятным обычно идут заправка сообщений до одного мегабайта, но это наиболее частый сценарий, когда сообщения размером до одного мегабайта уходят. Так, следующий вопрос. Реализация, ИО, АО, приоритизация, адаптеры из коробки, а то, что написано про FTP, GDB, CMQ, по ссылке выше, что с FTP, с FTP, mail, возможно ли написать что-то свое? Ну, по поводу написать что-то свое я уже отвечал. Но, что касается гарантии Exactly Once и Node для асинхронных вызовов в шине и приоритизации сообщений, то это не реализовано. Адаптеры из коробки позволяют, соответственно, работать с FTP, как я уже говорил, с файлами, с GMS, с RabbitMQ, с сервисами интеграции, это канал от 1С, и с HTTP. Возможно, отправка электронной почты через SMTP, подключение к SFTP, SSAV, вызов SQL, как я говорил, через GDB. Вот, ну, собственно, все. Можно, например, использовать свое при вызове HTTP, SQL в узлах маршетизации, трансляции или в программном источнике. Так, вопрос. Ну, цитата. Добавь, please, про реализацию 1С прокси и единого репозитория интеграции тип ESR. Ну, вот коллеги подсказывают, я, к сожалению, ответа не знал, но коллеги мне подсказывают, что в текущей версии единого репозитория метаданных, в том числе 1С, нет. Это ответ на вопрос. Так, вопрос. Если еще можно вопрос, в PI есть шаги пайплайна. Как обстоят дела в 1С с Reserver Determination и Interface Determination? Ответ, в который тоже, опять же, коллеги помогли. В Шине нет понятия, потому что, ну, я не знаком с PI, вот коллеги подсказывают, в Шине нет понятия сервис-интерфейс и строгого пайплайна, операции, маршетизации и трансформации. Схема процесса может определяться более гибко. Например, как я вот уже до этого рассказывал, есть узлы маршетизации по содержимому и транслятор, которые могут использованы быть в схеме между каналами от источников до приемников, в любом месте и в любом количестве. По сравнению с PI, узел маршетизации в Шине определяется не конкретным системой-получателем, а узлами. То есть узлы в целом один или несколько, это могут быть там и маршетизаторы, и трансляторы, и так далее, и тому подобное. Так, вопрос следующий. Есть ли аналог в директоре IP? Да, есть, собственно, ну я вам показывал, что есть. А, вот здесь мне на коллеге наоборот подсказывают, это скорее всего директори IP, как SAP PI. Вот коллеги подсказывают, что инструмента управления объектами конфигурации процесса нет. Ну, наверное, нет. Я, к сожалению, не знаю там терминологии SAP. Так. Какой best practice для интеграции retail? Отправили одно сообщение в Шину, оно разлетелось, скажем, на тысячу систем-получателей. Как это сделать в 1С? Ну, я показывал уже пример, как это сделать в 1С. В 1С это делается очень легко. Я уже, сейчас, секунду. Перейду, вернусь к обзору. Простой пример. Вот как это выглядело у нас в магазинах. Наверное, вот даже вот здесь. То есть у нас из центральной базы уходит одно сообщение, а в магазинах у нас здесь может быть 300. И все. Реализовывалось это так. Так, вопросы у меня, которые были до мероприятия, я постарался на них на все ответить. Теперь, наверное, перейдем, установим демонстрацию и перейдем к вопросам, которые в чате. Так. Для GDBC идут предустановленные драйверы для разных СУГД. Их по необходимости сами должны доустанавливать. Нет, доустанавливать самостоятельно ничего не нужно. Дальше. Вопрос тогда. А, допустим, ну, есть у нас какая-то база данных, которая у вас же не может быть в комплекте всех-всех-всех драйверов для GDBC. То есть, тут даже вопрос не что, можно ли, ну, то есть, можем ли мы доустановить, ну, там, какой-нибудь Informix, допустим, самый древний там у нас есть. У вас, допустим, там с Informix никто не дружит. Вот. Мы можем поставить тогда драйвер для него сами? Вообще такая возможность предусмотрена? Давайте я уточню. Давайте уточню. Я, к сожалению, не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но я запишу себе. На самом деле вопрос такой достаточно глубокий в том плане, что версия драйверов обычно завязана на версии Java. А версия Java платформа у вас, скорее всего, тоже какая-то определенная. То есть, если мы берем какую-нибудь старую базу данных, какую-нибудь там древнючую MS SQL, то он может работать с какой-то определенной версией драйвера и в новую больше не поддерживаться, например. То есть, может быть, проблема вот из-за версии Java платформы, версии Java, поддерживаемой JDBC драйвером, и версии драйвера, поддерживаемой той или иной версией базы данных. Я понял, Константин. Ну, я сожалею, сейчас не отвечу, давайте запишу себе этот вопрос. Кстати, Илья, по поводу тех вопросов, которые я возьму для обсуждения с разработчиками, их как вообще потом вам скинуть? Да, можно мне скинуть, я их в чат выложу, все, ответы. Да, конечно. Окей. Я сильно извиняюсь, если многое количество вопросов буду записывать для ответа чуть позднее. Это не проблема совершенно. Ребята, они слышны сейчас? Да, иногда. Да, слышно. Ребята, давайте от себя немножко добавлю еще. Я почитал сейчас немножко вперед вопросы, которые возникают в чате. И хотел бы такой небольшой контекст пояснить. Сергей рассказывает сейчас о продукте, который достаточно молодой. То есть он был зарелизен почти год назад. То есть 30 декабря прошлого года вышел первый публичный релиз. И вот совсем недавно в мейджор-релиз номер два появился у 1С-шины. То есть продукт очень-очень юный. Особенность этого продукта в том, что и вообще для продуктов, которые компания 1С разрабатывает, состоит в том, и об этом Сергей тоже упоминал, что он базируется технологически на стеке, который называется 1С-предприятие-элемент. То есть это примерно то же самое, да, вот для олдов, что называется, что пытался сделать САП 20 лет назад, когда он решил сделать интеграционные технологии. И понимал, что интеграцию, работу с мобильными приложениями, работу с порталами и прочими вещами делать на классическом ABAP-стеке как-то не круто, не получается, просто в силу особенностей платформы и языка. И САП тогда начал, собственно, идти активно в Джаву, строить свой сервер-приложение джавовский, на G2E настраивали какие-то вещи. Вот сейчас происходит примерно то же самое, только в жизненном цикле платформенных решений от 1С. То есть когда 1С-предприятие V8 как платформа стабильная и позволяет делать бизнес-приложение понятной сложности с понятным пулом задач, но когда ты уходишь в технологические области специфические, возникает ряд ограничений, для которых нужно делать новые вещи в платформе. И вот, собственно, элемент – это попытка, собственно, вот этот технологический стэк пересмотреть. Он очень существенный, очень тяжелый, и сам элемент как продукт, он находится на этапе бета сейчас, то есть его в промышленном режиме эксплуатировать пока нельзя, но на нем выпускаются отдельные приложения на элементе, которые являются пилотными такими локомотивами, на которых во многом апробируется все, что в стэке делается. И на официальных ресурсах 1С об этом можно почитать. Вот, собственно, 1С-шина – это один из таких локомотивов, на котором апробируется многое чего в элементе. Поэтому, когда мы сейчас говорим про возможности текущей версии 1С-шины и какого-то перспективного развития, мы должны четко делить, что относится в качестве технологий, которые должны появиться в 1С-шине как продукте, а что в элементе как в технологической платформе под шиной. И поэтому процессы такие сложно планируемые, и каких-то больших коммитментов, больших родмэпов с коммитментами в этом месте 1С не публикуют. Это нормально, потому что все активно меняется и видение корректируется. И многие вещи, которые мы привыкли с вами видеть в САПовских решениях, в САПовской платформе Netweaver на Java и в САПовском продукте PIPO, который работает на платформе Netweaver Java, все здесь оно тоже в каком-то виде либо в начальном присутствует, либо в нормальном, либо в планах. Поэтому просто корректируйте свои ожидания сейчас. Что касается поддержки СУБД, это просто хороший пример, почему я решил такой контекст добавить, чтобы было понятно, почему такие ответы у нас сейчас будут. Поддержка СУБД, она сейчас на уровне элемента платформы, заявлена преднастроенная для двух типов СУБД. Это Microsoft и SQL Server и PostgreSQL. И когда вы устанавливаете шину как продукт, вы можете зацепить ее на СУБД вот этих двух видов. Ну, плюс еще есть такая, так называемая файловая СУБД, когда вам нужно продукт запустить, грубо говоря, у себя на лэптопе, для экспериментов. И тогда как бы СУБД полноценный вам не нужно, а будет все в виде искусственной файловой БД храниться. Она встроена, это тоже возможно. Вот. Поэтому возможности самой платформы, вот АПК ограничены двумя СУБД. Я понимаю, что... И когда вот Сергей говорил, рисовал общую схему продукта, и там внешнее СУБД нарисовано, это вот та самая СУБД, в которой хранятся конфигурации приложений, то есть информация о том, что... как устроено само приложение. И вот этим СУБД, вот эти две разные вещи могут быть. Вот. Я понимаю, что когда мы говорим про SQL-адаптер, который должен взаимодействовать с внешними базами, которые фактически являются интегрируемой системой для 1С-шины, там нужно придумывать какие-то варианты, потому что все-таки уровень поддерживаемости СУБД, на которых сама платформа работает, уровень поддерживаемости СУБД, с которыми мы можем интегрироваться, он может отличаться. Вот. И вот этот вопрос мы проверим, да. Если сейчас в текущем... Текущие версии... Текущая появилась только вчера, да. Возможность переопределять коннективити на уровне драйверов в рамках SQL-адаптера, не требуя при этом поддержки никаких СУБД от платформы. Это мы проверим. Но еще раз, здесь могут быть всякие разные изменения, да. Все очень активно меняется. Вот. В качестве интро, вот, наверное, свой доклад закончил. Давайте побежим дальше. Спасибо, Ринат. Вопрос номер два. Чтобы сделать endpoint на стороне шины, необходимо использовать программный источник. Это вопрос. По всеми остальными источниками-приемниками, шины работает как инициатор взаимодействия. Но здесь, наверное, стоит напомнить тот слайд, который я показывал. Вот здесь, чтобы сделать endpoint на стороне шины, вопрос, а кто отправителем будет? Соответственно, какая система? В зависимости от того, кто отправитель, у вас будет и, собственно, зависеть схема. То есть, если это какой-нибудь HTP-сервис, который должен мне что-то прислать, то я с своей стороны в шине могу сделать тоже, создать свой HTP-сервис, который будет ждать сообщения от какой-то внешней системы. И тогда, да, у вас будет, скажем так, программный источник являться входной точкой, в которой будет прописан этот HTP-сервис. И дальше он уже, получая это сообщение, будет идти и общаться с другими всеми остальными. Если, допустим, у вас это будет, ну, не знаю, 1С-ная база, тогда у вас не программный источник будет. У вас будет, например, сервис интеграции, ну, коннектор сервис интеграции и так далее. Надеюсь, ответил. Так, вопрос от Андрея. Кроме HTP-SQL, есть ли коробочные адаптеры другого типа? Например, к примеру, GMS, ну, есть GMS показывал, файл тоже есть показывал, SOAP нету. Дальше, вопрос от Юлии. Есть ли какой-то реальный доступ к шине, чтобы можно было самим ручками попробовать? Отвечаю. Для обычных, скажем так, пользователей, клиентов, реального доступа нету. Но у наших партнеров в франчайзе есть возможность приобретения так называемой NFR-версии, версии Not For Retail. Соответственно, партнеры франчайзи в рамках своих пресейловых работ могут разворачивать, настраивать какие-то демо-стенды и, допустим, тем клиентам, которые хотят приобрести этот продукт, давать, допустим, проводить демонстрацию и давать самим попробовать что-то сделать. Надеюсь, ответил. Дальше Николай спрашивает. На шаге трансформации можно использовать только программы на встроенном языке или можно подключить кастомную внешнюю программу на Java, на другом языке. Для трансформации сообщений используется только встроенный язык. Но этот встроенный язык обладает широким набором различных библиотек для того, чтобы можно было с ним работать, в том числе методов и с Java языком работы и так далее и тому подобное. Если здесь есть кто-то из моих коллег с точки зрения трансформации, подскажите, не наврал ли я, не знаю, Максим, Максим, ты со мной, подскажи, не наврал ли я здесь, нет? Да, здесь все правильно. Все окей, Все, идем дальше тогда. Так, Макс, подобный спрашивает. Разделение сред, продуктив только на уровне приложений. То есть, сами приложения для теста и приложения выполняются на одном же и том же сервере железа. Как масштабируется мощность сервера, если нужно нарастить производительность? Хороший вопрос. Отвечаю. Вот тот пример, который я показывал, где сервер шины, да, он один, и там можно было развернуть несколько приложений. Ведь у вас под приложениями может быть не только там продуктивная среда, среда разработки или тестовая среда. А, у меня был крупный холдинг тоже, который приходил с таким запросом, он говорил, ребят, у нас есть несколько разных отделов тире департаментов, и в каждом отделе департамента есть, собственно, свои информационные системы. И, собственно, эти информационные системы, каждый там обладает определенным набором пользователей. И один департамент не должен, скажем так, видеть, что делает другой департамент. Вот у вас приложения в шине, они, соответственно, могут, допустим, приложения для департамента 1, для департамента 2. А теперь, как в таком случае использовать тест, среду и так далее. Действительно, это должны быть разные инстанции. И, да, действительно, вам придется, вы можете поднимать отдельно сервер шины, допустим, на тестовом контуре, отдельно сервер шины поднимать на продуктивном контуре, и отдельно сервер шины поднимать в контуре разработки. И там у каждого, соответственно, сервера шины у вас будет определенный набор приложений. Как я уже сказал, в продуктивном контуре у вас может быть набор приложений, завязанных на отделы какие-нибудь. В тестовом контуре это может быть в зависимости от задач тестирования, периодичности тестирования или тестов, а в контуре разработки в зависимости от команд, которые интеграцию пишут. Выгрузку и загрузку приложений, проектов и так далее, и тому подобное можно делать, как я уже говорил, через графический интерфейс, а можно делать через API. То есть вам нужно будет их таким образом переносить между собой. Что касается масштабируемости, шина на текущий момент не поддерживает кластеризацию. То есть, так как нет кластеризации, соответственно, и, к сожалению, масштабируемости ее пока тоже нет. Вы установили сервер шины, соответственно, на конкретном сервере. К сожалению, масштабировать его нельзя будет. Спасибо, Сергей, за ответ. Все, в принципе, понятно. На первую часть вопроса еще до того, ну, еще раньше был ответ, я уже понял. То есть, фактически получается, что это одна application с сервером жалобода, если я правильно. Ну, да, да. Все ясно, спасибо. Пожалуйста. Так, Андрей, синхронных вызов из 1С можно описать в шине, а, можно ли описать синхронный вызов из 1С в шине, чтобы внутри сразу получить ответ? Шина работает в асинхронном режиме, соответственно, скажем так, теоретически это все возможно, вот, но вот сколько раз мы пытались получить какой-нибудь, ну, вы же понимаете, да, синхронный вызов, он сразу влияет на производительность, имеется в виду получение ответа и так далее. То есть, у вас отправитель сразу начинает зависеть от того, в каком состоянии находится получатель. Вот, поэтому вообще шина работает с синхронными вызовами, но, например, так может выглядеть синхронный вызов, который можно реализовать в шине. Вы реализуете в шине свой HTP-сервис, соответственно, когда у вас поступает какой-то вызов в этот HTP-сервис, он сразу из шины делает вызов к другой системе и получает его оттуда и возвращает. Ну, у вас, соответственно, там все стоит в этот момент. Ну, теоретически можно, непонятно зачем, но, возможно, кому-то надо будет. Так, Александр Владимирович Пронин спрашивает, есть ли поиск в мониторе по контенту? По контенту поиск. Ну, как я уже говорил, у вас есть журнал событий в шине, соответственно, в этот журнал событий при желании, при большом желании вы можете все, что угодно писать. в том числе даже вы можете туда записывать и тело сообщения и потом сидеть с этим журналом событий, там есть поиск. Но я сильно как бы вот думаю, что вы сильно будете влиять на производительность, если вы все сообщения будете писать в некий журнал, а потом еще пытаться поиском что-то там искать. Как я показывал в своем примере, вы можете сообщения выгружать в какую-то внешнюю систему, если вы вообще все сообщения хотите смотреть и там поиском проводить, не знаю, там искольную базу подключить и там уже запросом потом искать какие-то там тексты и так далее, если вам нужно по тексту сообщения что-то найти. А так в журнале событий идут айдишники сообщений, если вы хотите посмотреть, допустим, которое сообщение, когда оно было принято, когда было в канале там получено и передано, по айдишнику, по журналу событий вы спокойно это можете сделать. Ну и при желании, как я говорил, если хотите, можете хоть все сообщения писать, но я повторюсь, пишем их специально, потому что это может значительно влиять на производительность. Так, Андрей спрашивает, реализован ли RESTful архитектура в полной мере коробочным адаптером REST или RESTful стиль программируем руками, вырваем методы, тип контента и так далее. Так, ну, наверное, Максим, помогай, я думаю, что ответ, наверное, скорее второй. что RESTful архитектура, ну, типа swap, что ли, я имею в виду, ну, если swap, то swap нету в шине. Макс, как думаешь, о чем коллеги, что я имел в виду коллеги, ну, может, Андрей пояснит. Просто RESTful, он предполагает, что мы, как бы, закладываем сразу и тип контента определенный, то есть, наш сообщение, сообщение. А у нас сообщение может быть абсолютно любым и, как такового ограничения в адаптере HTTP, там, не закладывается на тело сообщения. Андрей, мы ответили на вопрос. Кто задавал вопрос? Ну, ладно, идем дальше. Так, Антон Копылов спросил, шина при данном тесте получала ли или передавала еще... А, выполняла ли трансформация шина при тесте? Нет, ее не выполняла. У нас не было трансформации в этом тесте. И да, действительно, если будет идти какая-то трансформация, ну, наверное, в зависимости от вида трансформации это как-то может влиять на производительность, но здесь, опять же, нужно учитывать еще и ресурсы сервера, на котором располагается шина. Так, коллеги, у меня может скоро пропасть связь, может садятся наушники. Надеюсь, я успею к этому времени. Меня слышно? Да, слышно. Так, Константин спрашивает, в тему того, что получатель может не устроить сообщения. Получатели и отправители может быть несколько сотен, каждый из них не особенно быстрый. Но все вместе они могут забросать шины миллионами сообщений. Ну, да, хорошо. Ну, смотрите, например, в 1С-ных системах, вот тот пример, который мы делали, я постараюсь объяснить, чтобы вы поняли. По сути, там, когда у вас есть сервис интеграции, у вас есть одна очередь. Сообщения в эту очередь, они поступают вот по мере того, как они приходят в шину. То есть, в каком порядке они в шину пришли, в таком порядке в конкретном сервисе интеграции они и приходят. Там внутри они уже могут каким-то образом параллелить. Но, если вам нужно несколько потоков сделать, чтобы там база там быстрее обрабатывала, вы можете сделать несколько сервисов интеграции. Ну, у вас, ну, здесь уже ляжет нагрузка, я говорю, на базу непосредственно, как она будет справляться. Но, если сделать несколько баз, тогда, конечно, там сообщения будут уходить быстрее. Надеюсь, ответил. Так, Андрей спрашивает, настройки SSL при обмене HTP реализованы в адаптерах и каком образом в настройках непосредственно платформы? SSL, кажется, да. Вот, каким образом в настройках непосредственно платформы, платформы имеете в виду какой? Предприятие 8? Я думаю, про предприятие элемент идет речь. А, про элемент. То есть, если вызов из шины куда-то с транспортным сертификатом. я думаю, здесь стоит обратиться к документации. Сейчас. У нас же есть документация. Вот. И мы можем, например, в строку поиска ввести SSL и посмотреть, что она нам даст. ну, что-то здесь есть. Что-то, что-то, я думаю, можно найти. Я, к сожалению, сейчас ответы не скажу, но если хотите запишу, но мне кажется, что есть. Даже не просто SSL, а, допустим, ГОСТовский SSL. Что-то, я помню, такое было, к сожалению. вот сейчас не скажу. Потому что сейчас все больше и больше сервисов приходит в Россию. Да, понимаю. Я понимаю. Там, коллеги, надо, конечно, разделять, да, вот в 1С предприятие V8 там поддержка SSL и TLS 1.2, но не 1.3, она есть и с ГОСТовыми алгоритмами. Что касается предприятия, 1С предприятия Element, то это открытый вопрос. То есть, можем уточнить. Мне кажется, что TLS 1.2, 1.3, они с ГОСТовыми алгоритмами сейчас не поддерживают, но это наверняка есть в родмапе у ребят, потому что это одна из тех вещей, в которых возможности Element должны быть выровнены с возможностями основной версии платформы предприятия. Вот, давайте мы... Да, я, наверное, поддержусь, соглашусь с Ренатом. Так, можно ли писать... Илья спрашивает, можно ли писать трансформации с использованием Java библиотек? Максим, помогай. Думаю, да. Именно Job библиотек, именно подключить его в трансформаторе, ну, пока что такое... Нет, подключать нельзя, да, подключать нельзя. Там есть собственные библиотеки, которые... Ну, честно говоря, я не видел, чтобы к ним доступ был именно к собственным библиотекам. Ну, трансформаторе. Окей. Вот, Максим меня поправил, значит, нет, я. Значит, нельзя. Так, поддерживает ли продукт возможность передачи с соблюдением последовательности доставки от одной очереди, в одной очереди? Первый пришел, первый вышел. Да, собственно, как я об этом говорил, собственно, такой принцип и есть, только он и есть. Первый пришел и первый вышел. Так, Константин спрашивает, как ведет, как себя поведет шина на длинной дистанции, многомесячная нагрузка по несколько миллионов сообщений в сутки? Как обстоит дело с чистками логов, БД и так далее? Насколько она разрастается? Что касается логов, у вас есть возможность настройка логирования, то есть детализации логирования, в зависимости от детализации у вас будет и объем. Если вы там включите полное журналь то, соответственно, объем будет значительным. Если вам нужно только на алерты смотреть, то, соответственно, объем не должен быть значительным. Что касается, как поведет себя на длинной дистанции, ну, тут вопрос такой, типа там, как вкуснее там бублик. Ну, поведет себя хорошо. Ну, вот мы ожидаем, что ведет себя хорошо. Многомесячная нагрузка на несколько миллионов сообщений в сутки должна отработать. У нас тут был один пример коллег. Сейчас давайте я покажу. Это еще было на этапе бета-тестирования. Открою сайт наш... Секунду, вспомню, где это у нас. Нет, не здесь. КТП где-то. Бета-тестирование, когда шину мы запускали. Вот. Не, наверное, это не здесь будет. Сейчас, секунду, я найду. Видно же, да, сейчас мой экран. Да, видно. Форма. Мы зайдем на страницу продуктов просто-напросто. Вот у нас шина. Здесь описание какое-то. И вот есть, допустим, у нас была компания Альфа-Партнер. Вот. Они что делали? Если кто-то с восьмеркой работал, они парсили журнал регистрации информационных баз. То есть, они администрировали там какое-то там количество информационных систем. То есть, по сути, это... И они просто со всех информационных систем собирали журнал регистрации. Вы представьте, там какое количество логов было, да, сообщений. И вот они сидели, их парсили. Вот они там работали кучу времени. Они у них вот здесь, они подключали, соответственно, у них уже это Zabbix, судя по скриншотам. И они вот эти все события мониторили при помощи шины. И у них там вот в месяц по 177 миллионов записей было. Ну, мы вот прошел уже, они были в бета-тесте, это был еще 21 год. Прошел весь 22 год, и мы там разговаривали, когда с ним в середине года. Он говорит, да, мы только расширяемся и только развиваемся. Ну, в плане шину они подключают новые системы. То есть вот тогда еще, назад, на старте бета-тестирования, у них 177 миллионов записей в месяц было. Соответственно, потом они продолжали расширяться и работали полгода, и там беды не знали. Ну, это там, надеюсь, ответил. Так. Роман Гусев спрашивает, в чем разница между решениями 1С-шина и 1С-интеграция? Есть ли возможности по масштабированию решения или есть ли децентрализация? Ну, по поводу масштабируемости я ответил. К сожалению, пока кластеризации нет, масштабируемости по сути нету. Ну, обсуждали уже. А вот что касается разницы между решениями шины и интеграция. Ну, решение шина – это решение от фирмы 1С, которое построено на базе новой технологии, один из предприятий элементов. А решение интеграции, 1С-интеграция – это решение от нашего партнера-франчайзи, разработанное совместно с нами, оно построено на стеке открытых технологий. Там, если я не ошибаюсь, и кавка, и так далее, и тому подобное. Вот. Удобство работы между этими решениями, там, плюсы-минусы этих решений, ну, наверное, можно обсуждать так же, как и, там, не знаю, разница 1С-интеграции с API и так далее, и тому подобное. Вопрос только в том, что это два разных продукта, вот, которые один разрабатывал фирма 1С на базе собственной технологии, второй разрабатывал нашим партнером при нашей поддержке на базе других технологий. И у тех, у других есть свои плюсы и минусы. Поймите меня правильно, я не хочу сейчас говорить, что один какой-то продукт хуже чем-то, там, чем шина, или лучше, или наоборот, там, потому что, ну, это будет некрасиво. Вы можете сами оценить просто, какую удобнее будет, да, которой проще. Возможно, в каких-то решениях вам больше подойдет интеграция, ну, а, допустим, из-за каких-то ограничений больше подойдет шина. С другой стороны, легкость в обслуживании и так далее, где-то шина будет более выгодна, а интеграция окажется более сложным, более дорогим продуктом. Тут вопрос к игры, там, на вкус и цвет все публики разные. Так, Андрей спрашивает, вопрос 10. Предполагается ли инсталляция продукта в режиме высокой доступности с введением в ландшафт диспетчера нагрузки балансировщика? Да, в планах есть. Балансировка, ну, соответственно, опять же, все завязывается на кластеризацию, будет кластеризация, будет балансировщик и так далее. Вопрос 11 от Александра. Можно ли подключить внешний мониторинг? Так, пока подключить внешний мониторинг нельзя, но тоже такая задача записана. Так, Марат спрашивает, можно ли поднять кастомный веб-сервис на шине, чтобы системы клиента потребляли FWS? Нет, но есть в ближайших планах. Так, ну и, собственно, какая версия GVM под капотом? Давайте я ответил. 11, да? 11 вроде. А, Макс, скажи, пожалуйста, 11 версия? Да, да, 11. 11. Это даже видно, вот ты когда показывал установку, там видно, что дистрибутив Java, это Liberic и JDK 11. Да, да, 11. Так, все, вопросы кончились. Я вроде на все ответил. Да, спасибо большое. Коллеги, меня слышно? Да, Роман. Да, доброго дня всем еще раз. Если можно вернуться к моему вопросу 1S-шины, 1S-интеграция, маленький нюанс хотел бы уточнить. Это одного класса решения, там, ESB, ETL и так далее? Да. Или они все-таки еще и разные задачи выполняют? Можете как-то это прокомментировать? Ну, класс решения 1. Задачи, ну, задачи у них тоже схожие. Вопрос только, ну, я говорю, например, ну, там вопрос в масштабах и сложности развертывания. Вот в чем преимущество, допустим, шины во всем, ну, перед всеми? Давайте, хоть и не хотел в маркетинг, но я, наверное, там преимущество шины просто расскажу, не вдаваясь в преимущество, там, других систем или недостаток. Во-первых, что касается работы с 1S-ными системами, это использование сервисов интеграции. Это самый простой и быстрый способ интеграции с 1S-ными системами. Если у вас на внедрении есть такие системы, то там, ну, проблем вообще никаких не будет возникать. Опять же, поддержка этих 1S-ных систем. Когда вы внедряете какую-то другую шину в 1S-ную базу, то вам нужно будет их снимать с поддержки. А представим себе, что снятие с поддержки – это огромный там труд по дальнейшей доработке этих продуктов. А сервисы интеграции, они могут работать в расширении. То есть у нас есть вот в платформе такой так называемый механизм расширений. И вам не нужно снимать эти конфигурации с поддержки. Вы используете расширение для того, чтобы написать свои обмены. Из поддержки не снимайте. Это может быть очень полезно, особенно там в зарплатных каких-то проектах или там проектов, которые завязаны на РБСУ, да, где отчетность и так далее. Нужно будет актуальное состояние поддерживать, на которое как раз наши продукты распитаны. Второе – это все-таки встроенный язык. Понятное дело, там, здесь команда собралась профессионалов, которые там работают уже давно, долго и так далее. Стеки технологий все знают. Но для клиентов, в котором, допустим, если вы будете кому-то внедрять, уровень специалистов вашего класса, ну, допустим, может быть, не такой высокий. И у них есть там, не знаю, там, по сути, сидит один какой-нибудь грамотный 1С-ник. Ему надо разобраться. Вот с нашей шиной грамотный 1С-ник разберется, потому что ему будет знаком встроенный язык, ему будет знаком интерфейс и так далее и тому подобное. Он будет понимать структуру и суть этих обменов. Ну и стоимость, конечно, продуктов, поддержки этого продукта. У вас поддержка этого продукта, она уже включена в подписку 1С для тех, кто и пользует 1С-ские продукты. А по моему опыту, любая компания, ну уж не говоря о топ-10, а даже среднего бизнеса, не топ-100, а даже среднего бизнеса, так или иначе у них подписка 1С есть. А значит, у них есть доступ уже и к обновлениям этого продукта и так далее. Так, коллеги, у меня мог звук вырубиться, слышите меня? Слышно. Слышно. Прошу прощения, теперь я вас не слышу. Сейчас, секунду, я перенастроюсь, у меня наушники просто уже выключены. Смотрите, все. Пока Роман переподключается, я, наверное, добавлю для публики САПовской, о том, что технология сервисов интеграции, про которую сейчас Сергей упоминал, это ближайший аналог в САПовской экосистеме, это Local Integration Engine в Абаповском сервере приложений. То есть это набор сервисов, которые реализованы как часть платформы 1С предприятия 8, на которой работает все бизнес-приложения 1С, и которые могут потреблять, собственно, стандартный механизм взаимодействия с 1С шиной, снимая головную боль, собственно, по управлению connectivity, управлению чередями и так далее. А можно ли поподробнее, я вот там вопрос задавал в чате, что эти сервисы интеграции, вот технически они как устроены? Это публикация на каком-то EIS и там к эти сервисов, ну, которые вот мы привыкли в 1С писать, или это, ну, как вот это, или где-то, может быть, посмотреть поточнее, как это устроено? Давайте я отвечу, Ренат, или как? Да, да, да. Не, Сергей, давай, давай. Слышу. Что такое сервисы интеграции, как с ними работать? Ну, во-первых, давайте я включу демонстрацию экрана, перейдем к тому, как научиться работать с продуктом, если есть вопросы. Видно сейчас, да, снова мою демонстрацию? Да. Смотрите, у нас есть страница, скажем так, продукта. V8, платформа, 1С шина. Ну, соответственно, там, вот как ее можно найти, да? Здесь, внизу страницы, есть все материалы, документация. Но, правда, документация доступна только тем, кто купит продукт. Ну, есть, допустим, короткий видеокурс, практические примеры, настройки и так далее, и тому подобное. Плюс, если есть подписка ETS, можно на ETS и прямо почитать, что такое сервисы интеграции. Это сервис, сейчас сервисы интеграции. Ну, и мы выберем здесь платформу. Например, 21. Сервисы. Ну, например, вот настройка через сервисы интеграции. И здесь прямо кейсы, как это настраивать и так далее, и тому подобное. То есть, всю документацию можно почитать. Как работать с этим? Там, Андрей, еще обрати внимание, что технические взаимодействия между 1С предприятием 8 и 1С шиной, оно происходит по MQP. То есть, там не веб-сервисы, то есть, там веб-часть-то не нужна. Поэтому это прям... А вот можно уточнить, вот этот MQP протокол, он... 1.0. Какой? 1.0. Нет, MQP. А MQP, скорее всего. А MQP 1.0. Ну, то есть, а какая компонента в 1С отвечает за эту очередь? Это... А MQP, это у нас этот самый Active MQ, да? Да. А какая компонента вот в 1С отвечает за... Можно уточнить? В платформе? В платформе есть отдельный метод, который называется сервисы интеграции. Вот этот компонент, он сервисы интеграции, он так и называется. И он есть в каждой 1С конфигурации. Да, это даже не в конфигурации, это в платформе. Ну, в платформе. Ну, да, чтобы вы понимали у нас, что такое платформа. Как это? Магнитофон и кассета, да? У вас конфигурация – это кассета, а платформа – это магнитофон. Магнитофон проигрывает любую кассету, которую вы туда вставите. И здесь также вот в платформе уже заложено, что есть механизм сервисов интеграции. В примерах, которые я показал, и на ИТС есть примеры прям развертывания видео, которые, видеокурс есть. Там прям есть пример, как работать с сервисами интеграции. Андрей, только надо, ну, перепроверить, с какой версией платформы ты работаешь, потому что поддержка сервисов интеграции, она там когда-то появилась, да? Да, 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 хорошее замечание. Ну, я отмечу, давайте снова включу демонстрацию экрана. Я уже показывал у нас релизы, когда есть шины. Обратите внимание, для использования шины совместно с платформой один из предприятий рекомендуется версия 8.3.20.15.90. Если вы хотите еще использовать и расширение, то там, ну, тоже там версию, ну, берите самую свежую, 21-ю, потому что там, ну, добавляется, добавляется все, поэтому лучше свежие версии брать для того, чтобы вы никакую функциональность не упустили. Вот и, ага, и спасибо. И последний вопрос. Вот эти сервисы интеграции можно использовать только с 1С шиной или, допустим, ActiveMQ можно использовать отдельно без шины коннектор? Только с шиной, но, возможно, вы как-то и сможете использовать без шины, но вы должны понимать, что… Нет, я говорю только о документированных способах. Ну, то есть, допустим, мне сказали, что вот есть 1С с версией такой-то, есть ActiveMQ коннектор, он по дефолту соединяется, например, с 1С шиной и обеспечивает работу сервисов интеграции с 1С шиной, но, например, при необходимости я могу, например, писать или там читать в какие-то другие ActiveMQ. Не получится, скорее всего. Почему? Потому что вот сервисы интеграции, которые в шине, они хоть и работают через ActiveMQ, но сам по себе он не полностью там используется. То есть, определенные вещи только из этого протокола используются, и если вы будете подключать это к какой-то другой системе, не нашей, которой не разработаны фирмы 1С, то есть, скорее всего, у вас могут возникнуть ошибки. То есть, определенные методы будут использоваться, а другие методы не будут использоваться. Да, 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 я понял. Ну, то есть, реализация в 1С в сервисах интеграции, она предназначена для работы с 1С шиной. Да. Ну, вы можете сервисы интеграции использовать и без шины, то есть, грубо говоря, да, между 1С-ными системами, но как бы это... Ну, нет, нет, я скорее именно про дефолтное поведение, как вы рекомендуете лендорам. Да, да, спасибо. И еще, Андрей, одна из вещей, которые сервисы интеграции дают, это функция Discovery. То есть, когда ты настраиваешь интеграционный обмен, да, и тебе нужно связать шину и бизнес-приложение, которое на 1С-предприятии работает, у тебя при настройке сервиса интеграции есть возможность, собственно, прочитать метаданные о приложении, которое работает на 1С-шине, чтобы определить, какие там есть каналы, к какому каналу ты будешь подключаться. То есть, как бы там не просто, знаешь, эндпоинт, типа, который поддерживает MQP и который туда шарашит данные. Не так. Тут как бы в рамках концепции как раз снижения трудоемкости и реализации интеграционных вещей, да, вот в том числе всякие дополнительные мастера и настройки реализованы. Поэтому и это будет еще и развиваться. Да, спасибо. Так, Илья. Коллеги, еще вопросы? Ну, наверное, основную часть и задали, и услышали ответы, теперь будем переваривать. В общем-то, тема была интересна очень многим, так как и сама 1С шина недавно появилась, мы про нее мало знали. И идеи по импортозамещению только в этом году сильнее на нас повлияли. Поэтому, Сергей, спасибо большое за доклад, очень интересно было. Кстати, да, я добавлю по поводу импортозамещения одну фразу маркетингу, как говорится. Мы не так давно тоже в реестр отечественного ПО вошли, поэтому вот с точки зрения там вот этих всяких внедрений и так далее, требований по законодательству мы тоже есть в реестре отечественного ПО, конкретно продукт шина. Я имею в виду, потому что сейчас многие там просят, есть или нет. Есть. Ну и там завершение, наверное, всех тоже поблагодарю за то, что так долго смогли меня выслушать. Вот, надеюсь, было интересно. Что касается ключевых потребностей, которых многие спрашивали, это кластеризацию и там балансировавших, отказоустойчивость, работаем. Я думаю, следите за продуктом. И там, не знаю, если в текущих решениях это можно реализовать на какими-то аппаратными средствами или еще как-то организационными, я думаю, в дальнейшем мы будем развивать недостающий весь функционал, в том числе, который мы сегодня обсуждали, он будет рано или поздно реализован. Я надеюсь. Все. Мне все. Да, тебя хочу поблагодарить, Сергея, за, по-моему, очень классный доклад. Вот. И несмотря на то, что вначале ты такую оговорку сделал, что мне ваша терминология не знакома, но, по-моему, все, что ты рассказал, прям очень четко и понятно и легло на нашу картину мира. И хочу поприветствовать тебя в нашем комьюнити. Оно раньше было такое сугубо чисто САПовское, да, то есть люди из САПовской, САПовской экосистемы. Но вот в новых реалиях мы этот сильно активно сейчас, я думаю, будем делать рескилинг. А можно ли? Я надеюсь, что мы еще не раз тебя услышим с какими-то докладами, интересными анонсами в этом комьюнити. А пока не отключились, можно вопрос маленький? Я вот, да, у меня вопрос, а есть ли планы по возможности расширения платформы не только в вашей фирме 1H? Потому что вот, если мы говорим про САП, то он всегда дает и внутри платформы, там на БАПе делать расширение, и внутри шины, там можно писать свои коннекторы спокойно. Да, именно возможность расширения стороннего мероприятия. Писать свои коннекторы, писать свои коннекторы. Ну, обычно, если мы говорим про шину, да, это первое, это коннекторы, мониторинги там, то есть эти всякие. Ну, да, когда я вот рассказывал, вот слайд свой показывал, я говорил о том, что к нам действительно приходят люди и спрашивают и так далее, и тому подобное. Есть идеи, есть мысли по этому поводу, но я не скажу, что мы прям вот задачу записали и сейчас над ней трудимся. Но в планах, скажем так, подумать есть, там просто, ну, понятное дело, есть огромное количество препятствий, не так просто это можно сделать, потому что там, ну, много всего, чего завязано, вот, но мы понимаем потребность, там, не знаю, вот вас, сегодня в день рождения вы вышли и рассказали про КАП, как сделать. Не, просто вопрос, я так послушал, и там еще куча функциональностей, мы же сравниваем с КАПом, мы его писали 5-20 лет. И вам еще вот так вот, по причинам, лет 5 писать надо. И если вот, если не расширить, не дать партнерам помогать писать, то это, конечно, можно долго. Да, 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 да. Я понимаю прекрасно плюсы того, когда мы в комьюнити отдаем возможность самим писать коннекторов. Но, опять же, есть и минусы. Ну, там, мы сейчас не будем уходить в разработку, да, какие минусы есть этого решения и так далее, и тому подобное. Я понимаю прекрасно. Я говорю, есть мысли, есть там, ну, направления, и уж точно есть пожелания, которые мы знаем. Макс, мы тебя услышали. Я... Да, да, мы сразу готовы. Да, я знаю, Максим. Как только будет версия уже с возможностью разработки коннекторов, я знаю, куда обратиться и кому предложить. Сергей и Ренат, еще вопрос. Забыли совсем одно из самых главных. А что для дружбы с SAP-ом-то у вас будет? Поддержка там XI, IDOC-ов, RFC там, всего этого прочего. Как это нам допустим, мы захотим ERP-систему, там, S4 с 1S-шиной подружить. И сразу начинаются там вопросы, что SAP-коннектора нет. Да, я понял, я понял. Ну, в работе оно есть. И я надеюсь, что там не через пять лет, как Максим сказал, а гораздо раньше что-то вы увидите. В общем, не секрет, что SAP-овская экспертиза сейчас так или иначе присоединяется и к 1S-ной команде. Поэтому мы приносим с собой собственно понимание, как работает SAP по разным протоколам. И, конечно, свою экспертизу постараемся здесь максимально полезно применить, чтобы эту функциональность коннективности с SAP-ом привнести. Вот. Но, естественно, что сейчас какие анонсы мы не делаем, пока это все внутри просто варится. Но задача актуальная, нами четко осознанная и понятная. И она там сейчас на уровне R&D сейчас находится и первая прототипирована. Ну, тогда держите нас в курсе. Вы знаете, где бета-тестеров взять. Много. Хорошо, Илья. Хорошо. Спасибо всем. Тогда запись согласуем. Мы, наверное, выложим, если с вашей стороны, со стороны 1С не будет возражений. Ну да, пожалуйста, вышлите и я должен буду это с руководством решить. Продолжение следует...